Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Очередную контрольную работу или диктант в минувший понедельник двое учеников восьмого класса распылили в одной из столичных школ перцовый баллончик. С их слов нашли они его на улице. В результате так называемой диверсии администрации школы пришлось провести незапланированную эвакуацию. Из здания на свежий воздух были выведены 820 учеников и 35 преподавателей. Учебный процесс был прерван более чем на час. И все бы ничего, на четырем учащимся понадобилась медицинская помощь. С диагнозом аллергическая реакция. Были госпитализированы 10-8 классницы и 2 ученика 6 класса. Сейчас ребята находятся дома и их здоровью ничего не угрожает. Справедливо будет отметить, что виновники перцовой атаки уже понесли наказание. Их поставили на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних Ленинского района. В последнее время практически в каждом выпуске «Минск чрезвычайный» мы рассказываем о загораниях автомобилей. Минувшая неделя не была исключением. В понедельник около 9 часов вечера на гостевой парковке магазина «Еврооп» на улице Одинцова огнеборцы тушили горевший вследствие короткого замыкания электропроводки «Универсал Рено Лагуна». Специалисты же связывают еженедельное возгорание транспорта с сыростью электропроводки. Минск чрезвычайный. Также в понедельник вечером в службу спасения по номеру 101 очевидцы сообщили о пожаре в 4-квартирном частном доме на улице Лукьяновича. Здесь по неустановленной пока причине в нежилом помещении загорелось имущество. Оперативно прибывшие работники МЧС ликвидировали загорание и никто не пострадал. Середина минувшей недели выдалась для столичных огнеборцев относительно спокойной. Серьезных по своим последствиям пожаров МЧС в городе не зафиксировано. А вот в четверг в Минске снова горели автомобили. На пересечении улиц Куйбышева и Янке Купалы утром открытым пламенем горел серебристый Мерседес. Кроссовер загорелся в считанные минуты прямо на ходу. На помощь автовладельцу пришло несколько водителей, однако самостоятельного сгорания протушить не удалось. Пламя ликвидировали оперативно прибывшие работники МЧС. В результате происшествия выгорела передняя часть авто. Виной тому короткое замыкание. К счастью, водитель не пострадал. Спустя несколько часов на другом конце города произошли аналогичные происшествия. Вначале на улице Янке Брыля загорелся BMW, а еще чуть позже – Мерседес-Бенц на улице Кирова. Отметим, что с начала года в Минске было зафиксировано уже 103 загорания автомобилей. И это только те, которые попали в официальные сводки спасателей. В 80% причиной загораний становилось короткое замыкание. МЧС рекомендует автомобилистам чаще проверять электропроводку своих машин. Только своевременная диагностика состояния электропроводки вашего автомобиля может значительно снизить риск возникновения подобных происшествий. В пятницу около полудня на четвертом километре МКАД грузовик МАЗ, двигаясь во второй полосе со стороны Байкальской в направлении улицы Липковской, при обгоне врезался в машину дорожников. В результате аварии пассажир грузовика оказался заблокирован в кабине. При помощи специнструмента его доставали спасатели. С ЧМТ множественными ушибами, травмами и переломами он был госпитализирован. А у меня о происшествиях сегодня все. Берегите себя и своих близких. До следующего вторника. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.